Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протсветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня мы опять поговорим про чеснок, а именно про причины и про способы устранения пожелтения чеснока. Чеснок – одна из самых популярных культур в наших огородах. Однако у многих возникает проблема с пожелтением листьев. Какие же причины сопутствуют пожелтению? Итак, первая причина – это несоблюдение сроков посадки. В осенний период, когда мы высаживаем чеснок, мы производим посадку, бывает слишком рано. Поэтому чеснок наращивает не только корневую систему, но и надземную часть. В итоге зимой неблагоприятные условия – заморозки, холод, мокро, сыро, недостаток света. И как следствие весной мы получаем желтые всходы. Если о чесноке не позаботиться весной, хорошего урожая ждать не придется. Поэтому весной обязательно проводим подкормки. На нашем канале недавно вышел ролик про подкормки чеснока. Советую всем его посмотреть. Там вы найдете ответы, каким способом подкормить чеснок. В весенний период, в первую очередь, чеснок нуждается в подкормках азотом. А значит, нужно подкормить его азотным удобрением, а именно аммиачной селитрой. Дело в том, что другие удобрения, например, тот же карбамид мочевина, действуют в теплой почве. То есть в холодной почве они будут плохо усваиваться чесноком. Температура почвы для подкормки карбамидом тем же должна составлять от плюс 14 градусов тепла. Если почва более холодная, то лучше подкормить мочевиной. Есть также способы подкормки чеснока органическими натуральными удобрениями. Например, настоем куриного помета либо навоза. Вторая причина пожелтения чеснока – это слишком мелкая посадка. Дело в том, что чеснок нужно садить на определенную глубину. Она должна составлять 4-6 сантиметров. Если посадить чеснок слишком мелко, пожелтение опять же проявится весной. За зиму почва будет оседать, где-то ее будет разнувать дождями, где-то чеснок могут вырыть кроты на поверхность, и листики будут такими желтыми. Что же делать в такой ситуации? Во-первых, производить правильную посадку. Во-вторых, в обязательном порядке сверху мульчируйте почву. Это поможет от промерзания. Чеснок будет чувствовать себя более комфортно. Если весной все-таки мы увидели зубчики чеснока наверху, уже проросшие, с корешками, можно их обратно воткнуть в землю и подсыпать почвы. Подрыхлить между ряди и немножко подсыпать почву с другой гряды, либо подсыпать небольшим слоем компоста. Тогда чеснок сможет справиться с такими проблемами. Третья причина пожелтения чеснока и одна из самых распространенных – это весенние заморозки. Весной исходы чеснока появляются рано, однако и заморозки весной у нас не редкость. Листики чеснока, конечно, будут страдать от таких неблагоприятных погодных условий. Поэтому для устранения признаков пожелтения, в случае заморозков, либо других неблагоприятных факторов, можно использовать стимуляторы роста. Например, я использую вот такой стимулятор роста. Максимум понадобится 100 мл такого стимулятора на 10 л воды. И провожу опрыскивание по листу. Нужно отметить, что препарат начинает действовать при невысоких положительных температурах. Действует от плюс 5 градусов тепла до плюс 25. Провожу две обработки через две недели. То есть сначала одну обработку выдерживаем две недели и провожу вторую. Довольно хорошо помогает справиться с пожелтением, и чеснок набирает силы для роста. Четвертая причина – это, конечно же, нехватка питания. Опять, как я и рассказывал, нужна подкормка азотом. Однако не всегда этот азот хорошо усваивается почве. Опять же, в холодной почве не работает некоторое удобрение. Чтобы помочь удобрениям лучше усвоиться, есть дополнительные удобрения. Например, я использую вот такой вот сульфат магния. Дело в том, что магний помогает усвоиться фосфору из холодной почвы для роста корневой системы. А сера помогает усвоиться азоту. В итоге чеснок быстрее идет в рост и быстрее восстанавливается. Пожелтение со временем исчезает. Еще одна причина пожелтения листьев – это неподходящая почва, тяжелая почва и кислая почва. На кислых почвах чеснок будет расти крайне плохо, так же, как и на тяжелых. Поэтому, когда мы готовим грядку с осени, если у вас повышенная кислотность, в обязательном порядке вносите под перекопку доломитовую муку, либо залу. Доломитовой муки понадобится примерно 400-500 грамм на квадратный метр. Если вы вносите часто на огород залу, то, конечно, доломитовой муки мы можем снизить норму. Если ежегодно на огород вы вносите залу, то кислотность почвы, скорее всего, у вас будет в пределах допустимой нормы. Значит, мы будем вносить ее в небольших количествах, на метр квадратный примерно стакан. Если же кислотность высокая, опять же, вносим большее количество залы. На метр квадратный придется вносить около литра. Если же у вас чеснок уже высажен, а про кислотность почвы вы не знали и узнали о повышенной кислотности только весной, приобрели, например, зимой приборы для измерения кислотности, либо лакмусовые полоски и узнали настоящую кислотность, она оказалась неподходящей, тогда можно провести известкование чеснока весной. Лучше всего использовать золу. Как только почва оттает, корневая система уже начнет действовать, можно просыпать грядку золой. На метр квадратный понадобится 1-2 стакана. Зола будет впитываться в почву, создавая щелочную среду, то есть раскисляя почву. И чеснок, опять же, у нас будет себя чувствовать гораздо комфортнее. Что касается тяжелой почвы. Конечно, чеснок любит легкую, рыхлую и плодородную почву, как и большинство огородных культур. Поэтому осенью под перекопку, если у вас почва глинистая, вносите на метр квадратный одно ведро перепревшего компоста и примерно ведро песка, если у вас тяжелая глинистая почва. Если почва у вас относительно легкая, то достаточно вносить просто перепревший компост, либо навоз под перекопку. Если же чеснок у вас посажен на грядке, где почва тяжелая, глинистая, опять же, ситуацию можно исправить весной. Аккуратно подрыхлите междурядье, просыпьте перепревшим компостом, либо навозом и аккуратненько заделайте его в почву, стараясь не повредить корневую систему чеснока. Тогда почва станет более легкой, станет более рыхлым верхний плодородный слой, и весь необходимый кислород чесноку, влага будут поступать беспрепятственно к корням. Потому что в тяжелой почве чесноку не хватает кислорода, и он часто болеет и гибнет. Следующая причина пожелтения чеснока – это болезни. Как правило, заболевания можно заметить в летний период, когда наш зеленый красивый чеснок резко вянет, увядает и желтеет, засыхает на корню. В основном причина такой гибели чеснока – это грибковые заболевания, а в частности фузариоз. Чтобы избавиться от таких заболеваний, нужно тщательно подбирать здоровый посадочный материал. В обязательном порядке нужно обеззараживать посадочный материал, а также соблюдать силоборот. Справиться со многими заболеваниями и улучшить, оздоровить почву помогут также сидораты. Это всем известная белая горчица, фацелия и другие сидораты. Поэтому в обязательном порядке после сбора урожая засевайте грядки сидоратами. Они оздоровят вашу почву. Если все же на грядке появились заболевания, чеснок начал увядать, что же делать в этой ситуации? Прежде всего удалите пораженные растения, вырвите их с грядки, уберите за пределы участка или сожгите. Они будут служить рассадником распространения инфекции. Ни в коем случае не отправляйся больной чеснок в компост. Для профилактики оставшиеся растения на грядке в обязательном порядке пролейте раствором биопрепаратов. Можно использовать биопрепараты на основе сенной палочки, такие как фитоспорин и другие. А можно использовать триходерму. Растворами проливайте почву, чтобы каким-то образом улучшить здоровье растений, повысить иммунитет растений, устойчивость к заболеванию. Следующая причина – это нехватка либо избыток влаги. Чеснок крайне капризен к влажности почвы. На почвах сухих, бедных он будет плохо расти. Также он будет плохо расти и на местах, где высоко залегают грунтовые воды. В летний период, когда засуха, чеснок нуждается в поливах. Если на улице жара, нет долго дождей, то чеснок в обязательном порядке нужно проливать. Лучше проливать чеснок один раз, но обильно, но не каждый день. Например, если стоит жара, достаточно полить чеснок раз в неделю, чтобы почва пропиталась на хорошую глубину. Тогда он будет хорошо развиваться и расти, потому что имеет мощную развитую корневую систему. Нужно отметить, что для полива нужно использовать только теплую, отстоявшуюся на солнце воду. Если вы будете поливать чеснок, опять же, холодной водой, пожелтение только усилится, и чеснок вовсе может погибнуть. Что касается посадки чеснока на низких местах. Если вам достался участок где-то на болоте, в низине, есть угроза подтопления, грунтовые воды располагаются близко, то чеснок нужно высаживать на приподнятых грядках. Либо копать специальные канавы для тока воды. Застоя воды чеснок не выносит и будет вымокать, поэтому заранее выбирайте место для посадки правильно. Нужно отметить, что листья чеснока желтеют не всегда по причине заболевания, либо неправильной погоды и каким-то неблагоприятным факторам. Листья чеснока могут желтеть в летний период, когда, например, выходит стрелка чесночная. Но это свидетельствует не о каком-либо заболевании. Это свидетельствует о том, что чеснок забирает из листья питательные вещества для формирования крупной хорошей луковицы. В этом случае не нужно беспокоиться про пожелтение. Это нормальная ситуация. Зная о всех причинах пожелтения, вы сможете не допустить ошибок при выращивании чеснока и собрать хороший урожай. Спасибо за внимание и до новых встреч!